Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин, который шагает по России и на этот раз в Лысково. Прошло полтора часа пути. Лысково. Добрались. Планы на день. Найти гостиницу. Найти всякие разные места. Их посетить. Гостиницу тоже посетить, естественно. Нам же там спать, жить вот это всё. И, короче, как-то впитывать... Как это? Местный колораж? Клорицу. Ховорит колораж. Клорицу колораж. Да, я уже работаю. Прогуливаясь по Лысково, надо было куда-нибудь зайти, чтобы перекусить. И было выбрано место зеркало. Кафе-клуб. Горожане оценивают его на 4,4 или 4,5 по гуглу. Ну, короче, типа неплохо. Короче, что скушали? Соляночку, кефтельки, крабовый салат и окрошку. Плюс 2 пива. Угадайте, сколько? 800 рублей. И тут этот... Дзинг-дзинг вот этот звук. Вот. Короче, пока что поездка выгодная. Продолжаем движение по городу, направляясь, продолжая направляться в гостиницу. Работаем. Не прошло и года. Мы прошли все Лысково. Конечно, не заходили во всякие там улочки, переулочки для выисквения достопримечательностей. Потому что, как вы знаете, мы идем в нашу гостиницу-отельчик. И вот мы дошли. А вот. Вот это, кстати, по-моему, Лысая гора. Сейчас будем пытаться понять, как туда попасть. Потому что, походу, мы зашли с той стороны, где калитка не открывается. Вот эта вот калиточка. Потому что, походу, вход все-таки с другой стороны. Ну, значит, в обход. Ну, вот тут пойдем. Для понимания настроя города, вот, в какую атмосферу вы попадаете. Вот так вот. Лучше помолчим, знаете. И продолжим движение в обход. Ну, и полюбуемся на просторы. Это, если что, процентов 70 города, пока что, по проходу сквозь него, выглядит именно так. Мой снобист говорит... Снобист, господи. Сноб внутри меня говорит, что... Че-то как-то вот я не понимаю, как здесь жить, не сойдя с ума. Знаете, это такой русский Твин Пикс. Ничего не происходит. Тишина. А потом бац, и все, и пиздец. Ой, нас встречают радужкой. Итак. Номер. А это мило. Прячется. Немножечко мы задержались с попаданием в номер, потому что долго делали уборку. Ибо у них сейчас, типа, дофига людей. И вот это вот все. Окно. Две кровати. Зеркало. Чайчик. Нарния. Ой, тут стул. Дальше. Я не понимаю, где включается свет. Короче, тут, походу, свет пока не включается. Ну, в общем, это туалет. А еще принадлежность для рестлинга. Помните, да? Когда влетаешь в ринг и так... Херек. Милый рестлинг? Милый. Нет. Даже телевизор есть. В общем, сейчас надо будет чуть-чуть потупить и выдвигаться на изучение просторов Лыского. Вот так вот работаем. В общем, снимаю против солнца, потому что красавчик. Вышли из отеля, направляемся на Лысую гору. Вон та вот, предположительно. Тут есть еще Оленья гора, но она типа на том берегу реки. И это будет очень неудобно, как бы, да, переплывать, будучи не в плавках и не с нормальной температурой за бортом. Вот. А это именно те горы, про которые есть вот этот вот сказ Иван-да-Мария. Я правильно говорю, да, Иван-да-Мария? Ну, от их которых разлучили, посадили на разные горы. Ивана на Оленью гору, Марью на эту, как его, Лысую гору. Ой, они такие, я и люблю тебя, люблю тебя, бац, телепортировались, соединились. Вот. И появилась Лыского, видимо, ну, не знаю. В общем, мы сейчас пешочком постараемся добраться до Лысой горы, которая не просто холмик с типа красивыми видами, а там еще есть деревня, которая тоже Лысая гора. Главное не перепутать деревья с холмика и фотографировать важную вещь. Вот. Бабушек. Кошек-бабушек. Работаем. По пути на Лысую гору мы проходим ансамбль. Какой церкви? Вот. Вот этой. Вот этой церкви. Как видите, в ремонтах есть, в реставрациях, реновациях. И с газончиком, ну, естественно. Ну, и, собственно, выисковал. Вот такие вот виды. Когда будем возвращаться или проходить через центр, то, ну, покажу вам более, скажем так, современную архитектуру. Я вспомнил, Вознесенской. Это ансамбль Вознесенской церкви. А вот. Ансамбль, видимо, потому что здорово. И вот здание, там здание, с другой стороны еще домушки. Такого же белокаменного характера. Ну, в интернетах можно, я думаю, деталь не прочитать, но я думаю, ансамбль именно из-за этого. Вот. Да? Угу. Ага, поработаем. Собственно, в Лысково имеется и парк имени Победы. Куда же без него. Техника. Деревушки. Вон там статуя. Дорожки. Ну, мы здесь задерживаться не будем. Мы помним, у нас Лысая гора. Вот. Мистер Бондарчук ждет нас. Соответственно, нам туда. А по таким паркам, ну, мы и в Нижнем погулять можем. Ну, или в других, любых больших городах. Я, кстати, удивлен, что в Лысково, которое, ну, по сути-то, село, город небольшой, не особо инфраструктурно развитый, вот есть такой парк. Забавные такие вот моменты. Деревня, бац, парк. Бац, отельчик, сделанный на базе бывшего речного вокзала. Интересненько. Но, опять же, вот эта вот атмосфера Твинг Пикса. Все тихо, спокойно. Людей почти нет. Все своими делами заняты. И вот ждешь, что бац, и что-то произойдет. Так. Давайте подойдем. Нам сейчас как раз переходить. И посмотрим, чей это памятник. Ну, в честь кого это вообще. А вот. Да, здесь мы видим мемориал. У нас здесь фамилии. Мы видим, это участники. Так, ну, тут герой Советского Союза. Вечная слава. Ну, да, то есть это мемориал падшим во Второй мировой людей из Лыскова. Помним память предков, да? И работаем, ребят. Вот, господа товарищи. Вот мы сейчас встали, и Мила такая спрашивает. Это что? Это что? Вот, Мила, как ты спросила? Ей не видно. Вот, ей не видно. Но мы же все помним, что в каждом городе, какой бы вы ни заехали, есть вождь. Вот, видишь? Вот, например, ты Мила, а Вилянин. Вот, обращаешься к человеку, Вилянин, и, блядь. Винет. Винет. Венера. А, Венера. Это Венера. Венера. Винет. За шутки прям донать тебе, пожалуйста. Донать первую. По пути на Лысую гору. Я прям как, я не знаю, Братство Кольца идет до Мордора. Да, спасибо. И на своем пути всякие приколы мы ловим. Оказывается, я до этого неправильно прочитал карту, и вот Лысковская пивоварня. Вот. Вот там вот старое красное здание. Пивоварня кирпичное. Там новый вход. Вот это все пивоварня. И Макарий магазинчик. А может, не магазинчик. Может быть, на обратном пути и до сюда дойдем. А там пёс ловит. Хайлайт ловит. Чмок. Ага. В общем, продолжаем движение. Кольцо никакое в жерб вулкана сбрасывать не будем. Вот. Ну, работаем, ребят, как всегда. Ну, что ж. Лысая гора. Сначала нам надо будет пройти сквозь деревню, но потом искать выход на холмик, дабы забраться и смотреть на Лысково с высока. Ой. Работаем. Ну, что ж. Не прошло и года, и мы забрались на Лысую гору. Сами. Без экскурсий. Вот как раз наш отельчик. А вот, в принципе, Лысково. Вон там, вон там пивоваренный завод. Вот как раз ассамбляж. Ой, ассамбляж. Ну, вы поняли, храм. Вот Лысково. Вот оно все. Вот Лысая гора. Вот мои любимые жена. Вот это Волга. И тут еще две реки. Они впадают друг в друга. Я, к сожалению, не вспомню, какие. Ну, как-то так. Сейчас немножко здесь потусим. Ну, и будем возвращаться в город, чтобы до темна успеть. Поесть, попить, вот это вот все. Отдыхать. Завтра уж надо будет еще по Лыскову пошарахться. Работаем, ребят. Работаем. И пока мы не покинули гору. Короткое видео для того, чтобы ощутить вайп Лысково. И проплачено, если что. Сейчас находимся в магазине, викивоварня Лысовская. Это именно магазин продуктов. Здесь еще есть розлив. И мерч. И Мила выбирает что? Мам. Это не Айвбрю, но тоже нормально. Сейчас бокалы возьмем. Продолжая прогулки по городу, мы дошли до, ну, почти что центра. Хотя я не понимаю, где здесь может быть центр. Я вам обещал показать, как выглядит более свежая часть города, назовем это так. Она выглядит следующим образом. Бабушки ходят. Вот аптеки стоят, светофоры горят. И дома стоят пятиэтажные. Вот такие пироги. Ну и машины тоже, естественно, ездят. Сейчас мы перейдем. Уважаемые господа из Лыскова, если будете это смотреть, обижайтесь с ними, пожалуйста. Я ничего плохого не несу. Лыскова вайп. Ёптика. Ой, чуть не упал. Это все коньяк. Короче, вот как-то так. В принципе, дальше тут есть еще парк. Я думаю, мы в него сейчас заглянем, прежде чем поужинать. А еще дальше, скажем так, в начале города около шоссе есть рыночек. Может быть, завтра перед отъездом туда тоже это носовой сунем, просто посмотреть, что-то как. А так, в принципе, город, ну, вы видели, да, то есть часть деревня, часть вот такие дома. Ну, и вот такие вот проспекты работаем. Мы вошли в парк. Кстати, достаточно приятненький. Он хоть и пустой, но тут зелени много. Смотрите. Есть сцена, есть детская площадка. Это, видимо, танцпол. Вот сам вход. Там, кстати, на входе написано, что проходит дезинфекция от клещей. Но она не сейчас, типа, когда она проходит, типа, вход закрыт. Типа, ребята все-таки работают, чтобы люди не умирали. Там что-то, видимо, должно строиться. Туалеты синие страшно выглядят, но они хотя бы есть. Ну, какая-то лавка и... Сетка, смотри. Что сетка? Злаки, беседка. А, беседка. Вот. Они там что-то пьют. Что еще важно? Тут есть памятник оленю. При этом вот это лось. И вот это лось. Сейчас мы будем постепенно приближаться к памятнику оленя. Вопрос, почему оленя? Видите, вроде бы нижний это олень. Ну, в смысле, ты понял, зритель, ты понял. В общем, вон там в глубине. Вон там черный олень. Подо ним поближе, покажи поближе. Ну, логика, да? Вот мы подошли поближе, и вот это олень. Вот такой олен. Вот. Мила говорит, именно здесь снимали сериал «Ганнибал». Да? Это и есть «Ганнибал». Вот, видите, достопримечательность. Нет, кстати, он прикольный, он большой. Большой черный олень. Надо будет подсчитать, почему именно олень. Вообще прикольно. И как бы парк, видите, он дальше продолжается. Вон там люди на велосипедах гоняют. Дальше туда и дорожка уходит. Здесь фонарики. То есть, видимо, когда совсем стемнеет, это все включится. И, ну, типа, можно гулять. Немножечко диковато, потому что много свободного пространства. И, типа, видите, там как будто все, лес капец. Орки-гоблины придут и все, и что, и пить с ними? Ну, блин. Они вроде много пьют. Приходится в магазин идти, а он закрыт. И что делать? Может, олень поможет, но и хер знает. Он какой-то разговорчивый. Как мы назовем оленя? Либо Гош, либо Сережа у меня крутится, но он будет... Ираклей. Ираклей? Пошло как-то. Или Светочка? Федя. Федя? Идусь. Выходные в Лысково. Ага. Слушайте, что-то мало было мата. Заебись, блядь, хуй. Дорогой зритель, лови эксклюзив. Лысково ночью с фонарями. Как будто светлячки, показывающие твою дорогу к смертам. Ну ладно, не так уж. Все, грустно? Ну да, вот он, ночной Лысково. Или ночной Лысково. Или ночная Лысково. В общем, Лысково. Ребят, онлайн еще. Друзья, пришли в отель. Включил и телевизор. А тут Муз-ТВ, Джиган, его жена, которая делает им Ютуб-канал. Простите, пожалуйста. Да, такое показывают до сих пор в 2023-м. Задушим с подушечками и да пребудет с нами МТВ 2.0.0.0. Итак, внезапное включение, господа. Помните, предыдущий кадр был из номера. А тут я внезапно на улице. Ну не один, еще мило. И внезапно ночь. Хотя вроде мы должны завтра уезжать, а уезжают днем. Смотрите, я поймал пидараса, блядь. И я не емнутый, я не охочусь за ним сам с этой иголкой. В чем суть? Перед тем, как войти в отель, я почувствовал, что мне на шею что-то упало. Я такой смахиваю, ну похер. Мы заходим в отель. То видео, где вы видите, что я лежу и смотрю на этого джигана и вот это все хуе мое. После чего, я такой типа, мило, посмотри, а что-то у меня тут прыщик что ли, какая-то какашка прилип косом, а там сука клещ, пидор ебаный, блядь, лысковский. А я ведь, ирония судьбы в чем? Помните мы с вами, ну как мы с вами, ну вы помните, да? Мы в парк заходили, говорю, ой, дезинфекция от клещей. Вот этот сука, блядь. Они все в гостинице, в парке никаких клещей нет. Самое главное, в лесу тоже. По парку, по парку прошли, по лесу прошли, в горы прошли, нихуя. Подошли к гостинице, там спящий, драчащий, блядь, на финики охранник не пускает. Ловим клеща, заебись. Работаем. Итак, второй день наступил. В Лысково он подходит к концу, в плане нашего пребывания здесь. Как и говорил, показать еще пару мест в городе, что-то у нас еще имеется. Здоровый комплекс, физкультурно-оздоровительный, такой же отельчик при нем. Там у нас завод, электротехнических материалов, ну и очередные парки. Куча-куча зелени. Куча зелени. А еще, Лысково, это стопроцентный город котов. Тут везде котики. Я не знаю, сколько котиков мы видели, но их просто дохера. Есть теория, что котики, на самом деле, в данном городе, это такое тайное правительство, которое держит этот город. И, например, мы не попали в Лысковский пивоварьный завод, но я уверен, что в совете директоров сидят котики, распределяют работу и хотят, чтобы город спился, чтобы завладеть этим городом полностью. Вот. Но город пока справляется, вот, зеленеет. Сейчас идем в сторону автостанции, чтобы попить билеты на, ну, на возврат в Нижний Новгород. Может быть, что-нибудь еще найдем, что-нибудь еще покажу. Если около рынка будем проходить, его заснимем. А так, если, кстати, посмотреть относительно всех парков, которые здесь, они все, ну, может, не все, но вот сколько мы видели, три, это третий, по-моему, приуроченный, приуроченный к победе Великой Отечественной. Вот. То есть у города тоже такой пунктик касательно этих дат. То есть все строится вокруг памяти касательно войны, не только, кстати, Великой Отечественной. Вот сферики, которые мы проходили вчера, там также есть такой постамент, ну, как там тоже мемориал касательно Чеченской и Афганской войны. То есть люди прям очень за своих предков так карпеют. Не мудрено, потому что здесь проживают чуть больше, чем 20 тысяч человек. То есть, по сути, это один концерт допишмот собрать, это вот весь город. Вот как-то так. Ну, и, соответственно, как бы мы сейчас плюс-минус в центре. Вот что тут еще есть. Здорово, птичка. Вот. Ну, а также, да, тут небольшие, опять же, дома, вот эти вот, пятиэтажки. Ну, вот, это что, торговый центр, а, это дом культуры, ну, куда же без него. А, еще здесь, с учетом того, что рядом дикая природа, то ли ястреби, то ли коршуны, ну, в общем, какие-то хищные птички, но с такими крыльями так нормально летают. У нас у отеля кружили, у горы кружили. Город максимально близок к дикости, в хорошем плане. Вот. Ну, и все-таки тихий, спокойный. Как доказательство Сулыцкого город Кошек, просто вот прошли двором сразу же. Здорово. Как все дела? Захватываешь здесь власть? Молчит. Он все понял. Да, опять. Ну, почти. Ну, а теперь, как я и обещал, рыночная зона. Вон там бабак лежит. И еще один бабак лежит. Видимо, кошки правят городом, и ссылают собак к рынкам. из низнего. В принципе, это уже конец города. Все, у нас здесь совсем немного времени. Соответственно, покупаем билеты, где-нибудь перекусываем, и в путь дорогу. Ну, и как всегда, ребят, работаем. в ноября, и в ноября, Продолжение следует...